Вот такое. С расстоянием где-то 7-10 мм, маленькие-маленькие платы. Вот так, в шахматном порядке. Один раз прокололи, чуть-чуть протянули, не больше. Папа, мы должны быть чуть-чуть. Ебла, ебла, ебла. Вот тут салфеточки есть? Тихо. Вот и есть салфеточки доставки. Вот так. То есть наша задача в общей кровотоке это не допустить. Очень непоятно. Как ваши ощущения? Да. 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 А я завтра погибу в 8 часов. То есть мы ничего не можем. А что время сам какой нет? Завтра делаем. Коршень очень мягкий. Очень мягкий. Да. И он стабилизированный. Георгийной фитма стабилизированный. Волюм легче идет в стабилизировании, чем филлер. И он стабилизированный, поэтому не помню. Маленький. Вот папу при биоревитализации должны быть вот такие. Тогда они не будут рассасываться неделю и вы проведете правильную стимуляцию. Ни глубже, ни больше. Они должны быть такие. Попробуем. 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 Почему в комплекте две? Тупицы. Тупицы, да. Я иногда и пять иголок меняю. Обычные иглы, они подходят 0,3 на 13. Либо маленькие совсем вот иголочки вы можете использовать. Просто меняйте, если чувствуете, что уже туго. Да, да. А сам препарат вязкий? Смотрите, он не капает. Он вязкий. Он очень пластичный, очень гомогенный, однородный. Но он не течет. Биоревитализация. Когда говорят, из флакончика не делали. Не бывает из флакончика биоревитализации. Это мезотерапия. Когда гиалуроновая кислота растворена в чем-то, в аминокислотах, в пептидных комплексах. Это мезотерапия. Биоревитализация. Чистая гиалуроновая кислота вязка. Почему? Несмотря на то, что мы сделали первым и потом пилинг, казалось бы, мы показали химическое воздействие. Кровить должно больше. Вот если вы правильно делаете биоревитализацию, оно не кровит больше. Потому что наша задача ввести поверхностно и в общий кровоток его туда не отпустить. Продолжение следует...